Наверное, в этом году стоило бы придумать какое-то новое вступление для видео, но пока я ничего не придумала, поэтому... Друзья, всем большой привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости, и большое спасибо всем, кто оставил комментарий под моим прошлым видео. Я поняла, что вам очень интересно узнать о моих фаворитах года, и я с большим удовольствием делаю такое видео. Да, и сегодня вот в таком черном пост-новогоднем одеянии я хочу рассказать вам о тех фаворитах, о тех вещах, которые мне нравились на протяжении прошлого года. И здесь будет, конечно, и косметика, и парфюмерия, и также я затрону тему литературы, музыки, немножко кино. В общем, обо всем вместе, и давайте начнем. Начну, пожалуй, с раздела красоты, с бьюти и тематики, и в целом весь 2018 год прошел для меня под знаком волосы. И в декабре 2017 года, последний раз посетив салон красоты, я приняла решение отращивать волосы. И, собственно, этим я и занималась на протяжении всего 2018 года, и получается, что уже ровно год, как я, не была в салоне красоты и не подстригала волосы. И это не то, что какие-то кардинальные изменения, наоборот, я возвращаюсь к своему привычному образу, потому что я всегда носила именно длинные волосы. И, естественно, для того, чтобы отросшие волосы, особенно их концы, смотрелись более-менее здоровыми и опрятными, конечно, за волосами требовался более тщательный уход. И в моем понимании уход за волосами — это не только баночки в моей ванной комнате, это и сам процесс сушки волос. И здесь, конечно же, наверняка вы уже все поняли, что я очень довольна своим приобретением, которое я получила в подарок на день рождения от мамы. Это, конечно же, мой фен Dyson. У меня на канале есть отдельное видео, посвященное этому фену, в котором я также показываю его в действии, как я делаю три разные укладки. Ну и на протяжении всего этого периода мое мнение о данном устройстве не изменилось, я его обожаю. Мне нравится, как он воздействует на мои волосы, что с ним легко и быстро работать. И особенно большую разницу я заметила, когда уехала на три недели в Екатеринбург, и поняла, что мне его очень-очень не хватает. С косметикой для волос на протяжении года все было очень ровно, спокойно, без каких-то особенных восторгов. Как мне нравилась марка Керастаз, так же и продолжаю ее любить. И с головы сразу опускаюсь ниже к уходу за телом, и, пожалуй, уход за телом — это, наверное, самая минимальная статья расходов у меня. Да, продолжаю отшелушивать кожу при помощи моей любимой турецкой варежки, и наношу самый обычный крем для тела, но летом даже могу легко обходиться без него. В основном крем использую в холодный период времени года. Ближе к Новому году у меня появился роскошный крем для тела, который незамедлительно попал в число фаворитов. И это крем марки Биотерм, который я получила на тестировании, просто он немножко задержался в пути. Но я очень рада, что он все-таки до меня доехал, и вдвойне я рада тому, что мне попалась именно эта серия с грейпфрутом и шалфеем. И я уже делилась со своими зрителями в Инстаграм и говорила о том, что его аромат мне очень напомнил запах аромата Amouage Sunshine женского. И в том аромате для меня лично звучит очень фантазийный абрикос, может быть даже курага, то есть явно такое фруктовое направление. И вот это же звучание я услышала и в этом креме, но именно как он пахнет не из баночки, а уже на моей коже. Он не жирный, не липкий, да, он такой несколько более бальзамный, плотноватый, но на коже он моментально тает, не оставляет никаких разводов, быстро впитывается, отлично увлажняет и оставляет восхитительный аромат на коже. И мне настолько понравился запах этого крема, что я уже потом сама пошла в магазин, и как раз была хорошая акция, я купила себе второе средство из данной линейки, это мусс, мусс для душа. Это средство появляется из флакона уже сразу, ну короче вот, вот таким муссом. Да, вот такая густая, плотная и очень ароматная пена, и это средство вообще не сушит кожу. Да, с уходом за телом это все, но то, что касается ухода за кожей лица, то если вы уже со мной давно, то, конечно, уже поняли, что я предпочитаю пользоваться маркой именно в комплексе, то есть сразу покупать несколько средств в одной линейке и смотреть, как они работают все вместе на мне. И в 2018 году сначала я допользовалась уходом Диклиор, потом весной начала пользоваться уходом Элимис, летом у меня случился рецидив переорального дерматита, я пользовалась аптечным уходом, и с сентября перешла на уход марки SkinCeuticals. Ну и здесь на пьедестал победителем, конечно же, вырывается марка SkinCeuticals, и во-первых, этот уход мне подошел, моя кожа на него положительно отреагировала, ну и также немаловажно, что благодаря этому уходу изменился, в принципе, мой подход ко всему комплексному уходу, к рутине по уходу за лицом. И уже на постоянной основе я внедрила в свой привычный уход уже новые продукты, именно новые ингредиенты, такие как ретинол, такие как витамин С, и такие как солнцезащитный крем на ежедневной основе. Да, в общем, косметика SkinCeuticals я начала пользоваться в 2018 году, и плавно перехожу дальше в 2019, и пока она меня более чем устраивает, я очень довольна состоянием своей кожи. Да, и также в начале 2018 года я закончила пользоваться кислотными пилингами, потом была весна-лето, и так я к ним и не вернулась, потому что мне, в принципе, хватало использовать вот такое средство, это пилинг-скатка марки OMG. Это средство работает и как энзимный пилинг, и как кислотный пилинг, и, в общем-то, как легкое отшелушивание мне его вполне хватало. Да, далее перехожу к декоративной косметике, и 2018 год стал для меня годом перехода на, так скажем, более осознанное потребление косметики, именно декоративной косметики. Во многом я пересмотрела свое отношение к ней, ну, конечно, вы знаете, что от многих косметических средств я легко избавилась, оставила для себя только самые нужные, самые необходимые, любимые средства. Ну и начну, наверное, с самого главного фаворита этого года, вернее, это даже будет у меня вот такой дуэт, это тональный флюид La Mer вместе с рассыпчатой пудрой. Я оценила работу каждого из них отдельно, также оценила их прекрасный дуэт, и да, тон La Mer для меня является идеальным. На сегодняшний день для моей кожи возрастной и склонной к сухости, его не видно на лице, он делает эффект красивой, здоровой кожи. И эту пудру я оценила, когда начала записывать видео, и она нужна была мне для того, чтобы несколько закрепить тональное средство, и, самое главное, убрать чрезмерное сияние кожи, которое возникает от ламп. И потом так и просто в жизни стала ее использовать, она не подсушивает кожу, она не делает ее матовой, она дает небольшое сияние, подсвечивание кожи и тот самый эффект блура разглаживания. Отличная добротная пудра в красивой баночке, ну, конечно, замечательный тональный крем, в общем, люблю эту парочку. Далее идет, конечно, нашумевшая коллекция Dior Backstage, и здесь я выберу только одного фаворита, и да, это будет не палетка хайлайтеров, которую я вам показывала, это все-таки будет палетка для контуринга. Для меня она стала мастхевом, очень ее люблю, и она в самом деле универсальна, потому что эти цвета я использую и для того, чтобы наносить на все лицо, и также, чтобы делать макияж на глазах. Отличная цветовая гамма, натуральная, прекрасное качество, и даже упаковка не вызывает у меня никаких нареканий. И следующий мой фаворит года, который я видела, пожалуй, в каждом втором видео про фавориты года, это, конечно, карандаш для бровей марки Vivienne Sabo. Я согласна с каждым восторженным отзывом об этом карандаше, он, правда, классный, и он заменил мне мой любимый карандаш марки Dior. И я покупаю или 0,2, или 0,3 оттенок, и сегодня у меня здесь 0,3, и он же у меня на бровях. Ну и также в декоративной косметике я отнесу, конечно, вот этих трех красоток. Это три кисти марки N-Beauty, и эти кисти я заказывала через интернет-магазин Visage Hall. И на них была отличная скидка, по-моему, 20 или даже 25%, и, конечно, я с удовольствием заказала себе эти кисти, и я ими очень-очень довольна. Изначально я думала, что лидером выберу кисть А9, наверное, самую знаменитую кисть из этой классической линии, но нет, все-таки я отдаю первое место кисти А16, потому что она более плоская, то есть ей можно и наносить тени, и также их растушевывать, то есть она более универсальна. А9 это классная кисть для растушевки. Кисть А17, она имеет более длинный ворс, он не так плотно собран, это кисть уже для детальной и финальной растушевки, но такая же растушевка мне тоже крайне необходима, поэтому, да, все эти три кисти у меня в ходу, и нет, пока ни на что другое я их не променяю. Ну и раз уж я затронула тему кистей, то давайте сразу расскажу вам и про разочарование этого года. Это тоже была кисть, только кисть намного дороже, это была кисть марки Tom Ford номер 13. Эту кисть я очень любила и пользовалась ей практически два года, и весной этого года она у меня всё, да, она решила покончить жизнь самоубийством, и получилось так, что ворс просто ушёл туда, вовнутрь, в глубину этой металлической детали, на рукоятке, и кисть, да, превратилась в такой бочонок. Я её оттуда попыталась достать. Сейчас, минутку. Там у нас просто парни играют. Фу, сердце сейчас выпрыгнет. Штурм, красавцы, красавчики мои, поздравляю вас, ребят. Так, что-то я про... А, про кисть же я вам рассказывала. Да, в общем, случилось так, что он ворс начал ходить туда-сюда, в итоге я вообще его оттуда вытащила. Да, кисть Tom Ford стала для меня разочарованием года, и было очень обидно заплатить такие деньги, а срок службы получить всего лишь такой небольшой. Есть у меня кисти, которому больше 10 лет, а эта, да, прослужила мне только два года. Продолжаем разговор, и далее речь пойдёт о парфюмерии. И 2018 год прошёл у меня без каких-то особых американских горок. Не так уж часто меня швыряло туда-сюда, и не было во мне какой-то особой тяги изучать новые для себя марки. Скорее, было интереснее углубиться уже в те марки, с которыми я была хорошо знакома, основательно их изучить, и, конечно же, в первую очередь это относится к марке Hermès. Также мне было очень интересно глубже копнуть в марку Francisque-Urkjan. Ну и, конечно же, марка Guerlain. Но марка Guerlain для меня это всегда синоним аромата Chalimar. И вот именно аромат Chalimar всё-таки я выделю фаворитом этого года, потому что в этом году мне удалось несколько расширить свою скромную коллекцию, добавить туда новые ароматы, которые уже, конечно, сняты с производства. Это такие ароматы, как Initial и его версия Le. Да, всё-таки в прошлом году я довольно часто носила разные версии, разной плотности аромата Chalimar, сравнивала их между собой, и, да, 2018 год прошёл у меня в ванильно-кожаном облаке. И ещё раз напомню о том, что моя самая любимая версия аромата Chalimar — это, конечно же, духи, это самая мягкая и самая притягательная версия для меня. Ну, а из этих двух красавцев, конечно, чаще всего я носила именно эту версию с синей кисточкой — это версия Initial. Я очень рада этому красивому пополнению моей коллекции, и то, что касается моих планов, то я следующим ароматом планирую приобрести уже ванильную версию. И, как я вам уже говорила, в 2018 году меня вновь потянуло на амбровые ароматы, и я обещала вам сделать видео про мои новинки, и, конечно, обязательно сделаю. Так, ну всё, с разделом красоты я расправилась, и давайте теперь перейдём к чему-то более духовному. Начать хочу с книги, и я уже говорила вам о том, что я не имею ничего против того, чтобы читать книги на электронных носителях, на iPad, но в этом году я всё-таки купила себе несколько книг, именно бумажных книг, и одна из них, конечно, особенная для меня книга, потому что произвела она на меня огромное впечатление, такое же огромное, как и сама эта книга. И эта книга одного из моих самых любимых писателей, нашего современника, это Евгений Гришковец и его мемуарный роман. Не знаю, насколько мне хватит сил, чтобы вот так держать эту книгу на весу перед собой. В общем, в этой книге Евгений Гришковец затрагивает тему призвания. Он рассуждает на тему того, может ли человек осознать собственное призвание. Конечно, в первую очередь, эта книга будет понятна тем людям, тому поколению, чья молодость выдалась на 90-е годы. Ну и, конечно, её поймут те, кто продолжает оставаться мечтателем, тем мечтателем, каким был в детстве и в юношестве. Ну и как практически в любом произведении Гришковца идёт полное погружение в жизнь человека, в жизнь обычного человека, такого же, как мы с вами. Он пишет настолько трогательно, трогательно от слова, то, что это трогает за душу, то, что это о тебе, ты сразу понимаешь, о чём здесь. И Гришковец, он просто берёт и выворачивает это всё наизнанку, он показывает тебе самого себя. И именно за это я его обожаю, и читать эту книгу нужно долго, медленно и смакуя. Ну, то, что касается музыки, я заглянула на Дизер. Это такой музыкальный сайт и приложение музыкальное, где я слушаю всю музыку, можно там разбивать по разным альбомам, по настроению, что нравится. И там можно посмотреть, какие композиции на протяжении года ты слушал чаще всего. И если верить Дизеру, то чаще всего, во-первых, я слушала последний альбом группы ДДТ. И не все песни в этом альбоме мне нравятся, конечно же, но этот альбом, конечно, отличается от всего того, что было в группы раньше. И это совершенно новые, какие-то многослойные аранжировки. И совершенно другие тексты, да, всё такие же философские, но, наверное, более настроенческие. Больше всего в этом альбоме я полюбила песню «Русская весна», и это очень нуарная композиция. И я сейчас не беру в расчёт её текст, и тем более уж никакую политическую составляющую. Больше всего мне, конечно, нравится именно сама музыка, ну и, безусловно, голос. И это композиция в духе моих других любимых песен группы ДДТ, например, таких как «Пропавший без вести» или «Летели облака». В общем, так скажем, более к их классическому звучанию. А вот следующая песня, которая называется «Любовь не пропала», это вообще какой-то совершенно новый прорыв для группы, новая аранжировка, новый ритм. И, наверное, это единственная песня у группы ДДТ, по которой я могу танцевать. Ну и также дизер мне подсказывает, что на протяжении прошлого года довольно часто у меня было такое меланхолично, спокойно, умиротворённое настроение. И часто я слушала британского композитора, и зовут его Алексис Френч. Да, он пианист, и он пропагандирует классическую музыку именно в современной её интерпретации. То есть он призывает всё молодое общество понять классическую музыку и немножко отойти от таких общепринятых шаблонов и прочувствовать её, пронести через себя. И то, что касается меня, у него всё со мной случилось, я его поняла, я его почувствовала, я его полюбила. И это весьма понятные, красивые композиции, и две моих самых любимых, конечно, я оставлю вам под видео. Ну, а теперь кино. Короче, в этом году с фильмами у меня опять не срослось, но на удивление всё сложилось с сериалами, хотя я вообще не сериаломанья. И в этом году я, наверное, так прям удивила, так удивила сама себя, потому что не ожидала от себя того, что мне понравится сериал «Во все тяжкие». Раньше я слышала о нём, но почему-то у меня в сознании отложились просто наркотики, человек болен раком, какие-то убийства, латиносы, амфетамины. Я далека от всех этих бандюганских фильмов с пистолетами, с кровищей, короче, не моё совершенно, но здесь, блин, вообще всё по-другому. Но причём я стала смотреть сначала сериал «Лучше звоните Солу», а потом уже перешла на «Во все тяжкие». И тот, и другой сериал стали фаворитами этого года, они завязаны между собой, и здесь я даже не беру в расчёт сценарий, не беру в расчёт вообще всю эту тематику. Наверное, больше всего меня трогает игра актёров, это что-то бесподобное, это ты сидишь и даже дышишь через раз, смотря на это. И также меня поразила операторская работа. Я просто в диком восторге от того, какие люди снимают эти сериалы, от того, какие они находят ракурсы, и куда они только не прикрепляют эту камеру. И каждый раз в новом дубле ты постоянно угадываешь, с какого ракурса будет камера, это всегда не похоже на предыдущее, я не знаю, там столько серий и ни одного похожего кадра. С технической точки зрения, с эмоциональной точки зрения, для меня это высший пилотаж, это правда чистый кайф. 2018 год стал у меня очень балетным, я настолько сильно погрузилась в это искусство, стала смотреть разные съёмки, где-то с репетиций разных спектаклей, с постановок, также смотрела интервью с разными артистами, короче, я что-то настолько загрузилась балетом, и я его до этого уже основательно так полюбила, а здесь настолько всецело в нём растворилось, мне стало интересно смотреть, и как на заводе производят эти пуанты, и как балерины потом, что они там с ними делают, как они их молотками колотят, и мне стало интересно смотреть тренировки артистов балета. В общем, на фоне всего этого моего балетного сумасшествия я посмотрела документальный фильм про Сергея Полунина, и на самом деле мне выпала большая честь и удовольствие видеть этого артиста у нас здесь в Новосибирске, но, конечно, на тот момент я так глубоко ещё не знала про его биографию, про его судьбу, и здесь я тоже с удовольствием посмотрела этот фильм, он идёт на английском языке с субтитрами, но там много диалогов ведётся на русском языке, поэтому будет понятно. И в этом документальном фильме показали отрывок, как снимали знаменитый последний танец Сергея, ой, сейчас сама говорю, о самой мурашке по всему телу. Сергей вновь приезжает выступать к нам в Новосибирск, но билеты уже все распроданы, и к моему большому горю, 2018 год для меня это балет, это прекрасные артисты, исключительно атлеты, и вот если спросите меня, что самое прекрасное для меня, именно в визуальном понимании, то для меня самое прекрасное это тело артистов балета. Смотреть можно бесконечно, а особенно если это сопровождается живой музыкой. Короче, друзья, срочно все сходите на балет, обещайте, что в 2019 году вы туда сходите. Ну всё, думаю, пора закругляться, я на этом остановлюсь, не хочу делать слишком длинное видео, и вообще на будущее, в 2019 году я всё-таки рассчитываю на то, что у меня будет получаться делать более короткие, но содержательные видео, и как уже говорила вам, я сама не люблю смотреть длинные видео, и также смотрю на статистику, вы меня, в принципе, дольше 10 минут не смотрите, поэтому я постараюсь в следующем году уложиться как раз-таки в 10 минут, ну, я попробую. И также я обещала вам в прошлом году, и не сдержала это обещание на протяжении года, я обещала поменьше размахивать руками в кадре, но ничего у меня не получается, ну, короче, попробую ещё один год себе дать на то, чтобы отрепетировать и научиться держать руки, где-нибудь зажав их между колен. Я благодарю вас за просмотр, всем отличного настроения, и увидимся в новом видео. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!